Не, ну музыка, конечно, хорошая началась, но так как я бяка-бука, я ее остановлю, и вы ее послушаете попозже, когда первая карта закончится с следующего противостояния. Друзья, солист группы, вокалист Рухаб Стритбойс, волосатый снова с нами. Здравствуйте. Студия Рухаб, соответственно, на проводе, как вы понимаете, слепящих на проводе. Дальше продолжим. Элиминейшн раунд, получается, ЭГУ против Архус Гимнастик Ферриненг, датская команда, футбольный клуб, если я правильно помню, я правильно помню, потому что смотрел, и против поляков будут играть, опять же. Это все здорово, классно, хорошо, на самом деле, и у АГФ сразу просто скажу, наверное, не то чтобы супер много шансов, на мой взгляд, по крайней мере, ну то есть мне, мне бы так казалось. Там скоро начнутся вот единственное, что ножи, и я тут увидел, что у меня тут не супер правильно все сделано, но сейчас вот я сделаю все супер правильно, и как раз вот ровно-ровно, секунду-всекунду вам ножики как раз покажу. Просто увидел, что, как говорится, что-то могло не заработать, но быстро за пять секунд, что называется, починил онлайф-мод, так сказать, профессионализм, елки-маталки. Тем не менее, ножики побеждают, да, в этот раз уже команда АГФ правильно подписана, ну, бывает, наверное, неправильно иногда, но, тем не менее, сейчас правильно. И так вот, продолжу, да, историю. XCOM и GO, друзья, являются фаворитами в этой серии, причем фаворитами просто экстра-мега-гига формата. Буквально вот без вопросов, без предъяв, без всего, 2-0 закрывают АГФ. АГФ как бы погнали на десайдеров, на десайдеров в пчелой коменте. Это, господи, это было громко, я оглох с брасмода, ну, ладно, в голову-то, в арбузик. Вот. Если что-то пойдет по-другому, если что-то пойдет по-другому, например, ну, просто вдруг, да, то я очень удивлюсь, потому что я не верю в то, что АГФ способный здесь, в данном случае, сегодня, в данном матчапе, переиграть командой GO. Я вот просто смотрю и не вижу этого, даже не близко. Не на первой карте, которая у нас с ДАС-2, да, не на второй карте, которая у нас с Инферной получается, не на третьей, собственно, тем более, Трейн, господи, тем более, боже мой. Давайте пистолетку смотреть, ТМБ здесь Фурлона, кстати, забрал. Это вообще-то по факту ответ, в смысле, даже не ответ, а предъява, да, команды АГФ, как вы видите. Ну, и МСЛ сразу проходится по люке, ребята забирают подходы к синему, точнее, синие забирают подходы к лонгу, соответственно, и пистолетку дальше будем смотреть. КФ чуть позже после пистиков я вам покажу, друзья. Я вижу вопрос в чате, такой вот такой, очень интересного формата, на него тоже чуть-чуть попозже отвечу, потому что пока не до вопросов, я бы сказал. Пистолетка — это важно, лонг кушится. Команда EGO-3 здесь выходит, у него ничего не получается, его зажимают со всех сторон, смог там еще немножко простреливать, команда EGO. Ну, вот это вот история, да-да-да-да-да, вот такие раунды, наверное, плюс-минус у нас должны выбить, его просто режут, понимаете, да, с ножа. То есть тупо вот грабить, да, грубее, с прыжка, с ножа за угол залетает, просто Ассасин Скрит какой-то, просто пфу, и до свидания, плюс полторы тысячи. Как говорится, вот от нашего, от наших коллег от Паримач, да, если бы, например, на эту карту, можно посмотреть, кстати говоря, на сайте, если бы на эту карту были бы кэфы, типа, был ли боевой ножик или не был. Вот он в первом раунде, например, был бы прямо сходу просто сразу. Давайте я вам кэф покажу. Друзья... Сейчас только я тут неправильно немножко поставил. И вот так вот вообще идеально. 3.75 на команду АГФ, соответственно, коэффициент. 1.25 на команду EGO. Здесь форс-раунд для команды АГФ, половину форс-раунда уже не получился. От наших коллег от Паримач, конечно, да. Не забывайте, да, 100% бонус к депозиту. К первому есть для новых клиентов, опять же, сервисов Паримач. Если интересно, абонент по трансляции, можно кликнуть. Нетрик Кристо, кстати, супер молодцы, реально молодцы, то, что хотя бы отвечают. Реально молодцы, то, что практически победили, как говорится, этот раунд. И фигу почти погиб, но не погиб, и квадрокилл. Почти взяли форс, если что, АГФ. В смысле, реально почти взяли. Тут вообще без рофлов, как бы без приколов. Ну так вот. И, соответственно, опять же, если в этом матче есть соответствующие коэффициенты, интересные от наших коллег от Паримач, опять же, ножик, например, взлетал прям сразу. То есть пистолетка от АГФ получилась, как говорится, наполовину насмешкой, наполовину серьезной. Вот вопрос видел в чате. Здесь экран от команды АГФ. Это вопрос такой, относится к рабочему стриму, но больше личного характера. Спрашивал, спросил человек, почему ракурс снизу на веб-камере, а не прямо. А мне прямо негде ставить, если честно. Ну и прямо неинтересно как-то, наверное, я не знаю. Какой-то интересный ракурс, это же всегда интересно, правильно? У меня тут просто руль. Руль там. Вот типа летные девайсы для авиасимуляторов. Слева-справа. Грубо говоря, по рукам, по левой-правой. Руль посередине. Кусок роля даже на веб-камеру, как вы видели, попадает. Типа сверху. Сверху некуда некрасиво будет. Ну, в смысле, ракурс не тот. Если на монитор. Если под монитор, то вот как раз под монитором по факту и стоит вебка, которая направлена чуть вверх. Типа того. Так что, в общем, никуда особо не поставить. Но при этом так и получилось, что... Как бы уникальный вид снизу вообще будет. Типа Dutch Angle, так называемый, в синематографии, да? Почему бы и нет, черт возьми? Так вот, АГФ, друзья, на экономическом раунде только граби забрали здесь. Украл Галил Фрослев. И с этим Галилом ему бы сейвиться точно до конца. То есть никуда ничего не делать, не дышать, никуда не ходить. Как говорится, пожалуйста, просто сейви. Ничего не делай, просто сейви. Остальные ребята, в принципе, если вот пистолеты засейвят, эти пистолеты, может, где-то пригодятся в будущем. То есть, в принципе, тоже на самом деле. Можно засейвить. Ну и было бы хорошо, было бы классно, конечно. Так. Третий раунд за команда Иго. Опять же, предположительно, Иго первую карту берут, вторую карту берут. Короче, все берут. Повторюсь, да, с пчелой десайдер матч идем комментировать. У команды Иго, друзья, на первой карте винрейт выше, чем АГФ. Карта, кстати, чуть меньше сыграна. 10 карт у АГФ, 16 карт. 50% на 44, да, соответственно. Вторая карта, опять же, меньшая карта, но больше винрейт. 70% на 62, при этом 10 карт у АГФ, 21 карта. 21 карта у АГФ, 10 у Иго, друзья. На Дтрейне такая же история. То есть, 10-10-10 карт у команды Иго на всех трех картах сегодня. Это забавно. 70% побед тоже. У АГФ 17, и при этом 59. То есть, проще объяснять. Команда, которая уже относительно встала вот в свой тир, она играет карты стабильно, чтобы поддерживать свою форму, чтобы было хорошо, но при этом не пере... Как это, сгорать, да? Просто на работе не перенапрягаться. Фурлан здесь кристос забирает, но помню, это вообще байраунд для команды АГФ. Опен для команды Иго. АГФ — это новый коллектив, молодой, да? Молодые ребята, они такие, так, давайте брать работы, да, трудом. Давайте прямо официалки гонять, гонять, катать, катать, пока не будет нормально, пока не будет лучше все турниры катать и официалки катать. Брослев погибает, классная флешка. От кого? От Фурлана. Это у нас Ашорт. Команда Иго, соответственно, этот оупен стал для них. Энтри на Апленте, как вы понимаете, потому что они, ну, очевидно, это заходит на Аплент в переводе слова «энтри». Граби здесь на АБ Пушимил поработал. Погиб, правда, одного парня, правда, забрал. Тимби с Авапой, может быть, засейвится, если ему дадут это сделать. Четвертый раунд за команда Иго, как говорится, вот он. Причем 4 к 0, опять же. Тимби Фурлана похоронил, так что Авапу, скорее всего, сохранит. Остальные ребята, наверное, за ним, ну, особо не побегут прям так уж совсем сильно. Напишет человек в чате, верни пчелки. На пчелки, наверное, потом через... Ну, с учетом того, что здесь будет 2-0, часа через 2, например, что-то такое. Ну, наверное, будет 2-0. Если не будет, я прям крайне удивлюсь. То, что АГФ что-то смогут, это, во-первых. Если вдруг АГФ внезапно смогли бы победить, я не верю в это, я не знаю. То есть, нет, просто от меня спросили, я говорю, нет. Просто нет, и все. Если бы они смогли здесь победить, то я такой, вау. Тогда ждите от меня таких реакций. Так, экономический раунд под АВП решается сделать АГФ. Если честно, тут не то, чтобы надо прямо решаться. Вариантов-то особо... Ну, по большому счету, вариантов-то особо и нет. Ну, просто, к слову, вариантов-то особо и нет. Так что, как говорится, с богом в путь, потому что против вас действительно играет фаворитишиствуй просто фаворит. Странный слой какой-то я произнес, ну ладно. И вам надо прямо из штанов прыгать буквально, чтобы хоть что-то здесь получилось против этого фаворита. Потому что против неразогретых фэйтов, например, получалось до тех пор, пока фэйты... Ну, Best of One в первом сегодня, да, на втором канале. Пока фэйты не разогрелись до конца. Команда Ego еще сильнее, собственно, чем команда F8, если что. Но вскидку раз в полтора где-то. Ну так. Как говорится, в 1.4 раза как минимум сильнее. И тут я не знаю, как... АГФ и не на того оппонента, в общем, напали в иллюминашн раунде, ну да ладно. Засаливают раунд АГФ, кстати, посмотрите, никаких поджимов. Стоят, ну, по факту, 2-3 даже. Ну, вообще 2-1-2, наверное, ближе к Б, просто человек от 3-миддл смотрит. Все, все, что можно сказать. Треть секунд остается у команды Ego. Они, видимо, ждали каких-то поджимов, но что-то не дождались. И забавно то, что нарываются они реально на авапера. И на самом деле, реально, вот авапер единственный, у которого нормальный девайс, он прям двоих уже убил, и третьего кристалл забрал, и это что-то... какой-то рофильный раунд получается, и этот раунд заберут команда АГФ, скорее всего. А, скорее всего. Не обязательно, конечно, но скорее всего. А, 7 секунд, 6 секунд, 5 секунд, 4 секунды. Не ставишь, что бомба в ротан, у тебя просто времени физически не хватает, ты берешь ИВУ. Прыгай, я тебя убиваю! А-а-а-а, полсекунды! Полсекунды! Карл! А-та-та-та-та-та-та-та-та-та! Вот это насмешка судьбы. Вот это мне, мне нравятся такие приколюхи. Вот это насмешка судьбы, пацаны. Что ж, двигаемся дальше. Дабл-АВП от команды АГФ. Вот это раунд они, конечно, взяли интересно. Ну, естественно, на плюс-минус последние деньги были для команды ИГО. Но 5-0 мы не увидели. 5-0 для ИКСКОМ ИГО не будет. Но, с другой стороны, и было бы, если бы, и было бы как-то журновато, вам не кажется, как говорится. В конце-то концов. Походу, АГО, любимая команда комментатора, пишет человек в чате, и это вообще далеко не так. Даже вообще, вообще не любимая, я не знаю. Ну, короче, полностью всё равно. Кристов здесь человек и забрал, сам немножко ПХП получил, но, тем не менее, рефрага от команды АГО нет. И это, в свою очередь, означает то, что нормально, более свободно можно АГФ действовать. Например, АТМБ забирает от крыши. Кстати говоря, реально прям борются. Фрослиф отвечает по фурлану. Фику практически мёртвый сейчас погибнет, скорее всего. Фику погибает, бомб теряет граби последний на яме. Около Аланга, соответственно, на яме около Аланга. Что можно сделать? Да, в принципе, не то, чтобы очень много чего. Если честно, можно сделать. Так что, как говорится, может быть досохраниться. Но за ним же сейчас будет охота всей команды. Они же пятером вышли, все АГФЦ. Или АГФЦ. Так что... Ну, граби не будет здесь жить. Но, в смысле, он не будет. Он кого-то убьёт или нет, кстати говоря. Но жить он здесь не будет. Это невозможно. В данном случае. Ему будет сюда телепорт. Как говорится, из игры Portal, знаете. И всё, и уйти. И вот сейчас будет охота. Забирает граби нетрика. Пытается выжить. И погибает. То есть, да, как раз один килл. И его сразу забирали бы. Так или иначе, его сразу забирали бы. Здесь вообще никаких вариантов, если честно, больше не вижу. Очень интересно, как поменялись кэфы. А для АГФ, ну, стал поживей коэффициент. Я вам, на мой взгляд, по крайней мере, 3. 15, друзья, на АГФ. 1.33 на команду EGO. Или XCOM EGO. Потому что вместе вот с этими организациями, короче, слепились две организации. Вообще, у польской команды EGO было довольно много коллабораций. Если честно, я видел с американскими какими-то брендами. Ну, командами в том числе. Чё-то такое, короче. Они прям такие. Медийно-живые, что ли. Сложно сказать. То есть они прям чё-то прям шевелятся-шевелятся. Короче говоря, молодцы. Ну, реально молодцы, я имею в виду. Фиг он. Да, Тимби забрал. До этого Тимби, кстати говоря, всё равно убил Граби. Без Граби, наверное, было бы явно тяжелее играть, чем... Точнее... Ну да. Всё правильно я сказал. Без него тяжелее, чем с ним. Вот. Тем не менее, пока я тут рассказывал, на Б-планте, при забеге на Б-плент, команда XCOM погибла вся, так сказать, безвременно. Безвременная утрата. Третий раунд берут ребята из команды АГФ. То есть Архус Гимнастик Фёрининг, напомню, да? Как эта тема называется. И дело в том, что нет денег у команды XCOM и GO. И дело в том, что будет счёт 4-4. И датский коллектив возвращается. И ему прям хорошо. И прям приятно. И вообще умнички. На самом деле. То есть я ожидал несколько худшего. Получилось. Но пока получается неплохо. Так. Едем дальше. 5 пистолетов от команды XCOM и GO. На Ашорт заходят. Прям на Аплент. Здесь Кристо принимает гравиту. Даже Фрослев ещё и МИЧЛ. Опять же, ребята голые. То есть им не гранаты. Как бы особо вообще ни черта нет на самом деле. Смог, по-моему, вот антиснайперский. Они кинут. Потому что вот я вижу смог. То есть это антиснайперский смог. Значит смог был, значит кинут. Кстати, поставили бомбу. В принципе, вообще-то и краунд уже выдался. Если ещё 2 килла будет, то прям идеально. Бомба плюс какие-то киллы. Вообще полный суповой набор, как говорится. Второе. Салат, десерт, компот. Идеально. Фурлан. Фурлан. Плетает Фурлан. Дейси фигу. Последний остаток. Не получается. Кстати, заметьте. Они вообще-то убили троих, а не двоих. То есть это буквально идеальный экраунд. Не совершившийся, и при этом всё равно идеальный. Если бы можно было бы комментатором ставить, на какую команду поставили бы вы? Тактическая пауза от АГФ, друзья. Прекрасный, замечательный вопрос. Ну да, как я злая бека-бука, на этот вопрос отвечать я не намерен, конечно же. Так что, страдайте без ответа. Страдайте без ответа. А тактическая пауза от АГФ обе же сказал. Здесь байраунд для команды XCOM EGO. Ну, EGO фавориты, АГФ не фавориты. Я считаю, например, что 2-0 за EGO. То есть я не считаю, что АГФ здесь выигрывает хоть что-нибудь. В данном матчапе конкретно сегодня. В принципе, если так, как бы так это сказать, таким образом, то, допустим, так. Если пытаться сказать как-то иначе, как-то иначе я не скажу. То есть мысли на вопрос прямой, получается, не отвечу. Вот такая вот манёвренная, изворотливая змея подколодная. Так сказать. 4-4, друзья, продолжаем. Опять же, АГФ немножко боятся девайсного раунда XCOM EGO. Поэтому паузу как раз оставили. Поляки очень аккуратно продолжают. Адреновский смок от Фурлана, который получился. Бывает иногда не получается. Смок падает вниз, его неудобно. Соответственно, остальные товарищи, под которых этот смок кидался, могут пройти теперь на Ашорт, потому что этот смок кидается чисто для Ашорта. Ну, может, у него ещё применение есть, я его просто не знаю. Кидается для Ашорта. Вот эти чуваки, да-да-да-да-да. Вот они и прошли. Спасибо, братан, за смок. Мы как раз вот прошли на Ашорт. Отлично всё. Нас там моликом отогнали, потому что Оскариш подгорел. Это он нам почему-то не показывает. Ну, не показывает и не показывает. Я не в обиде, например. Чё, типа, мне 30 лет. Чё мне обижаться уже? Чё я такой жизни не видел? Господи боже. Нетрик Фурлана забираетесь. Четыре человека остаются у команды XCOM EGO, соответственно. Но есть размен. Отфику по Фрослеву не увидел где. На меде погибает один из террористов команды EGO. И в итоге два человека у команды EGO, собственно, остаётся. Бомба потеряна под Тэшкой. Один человек, вру. Потому что ещё один погиб, это Оскариш, да? Бомба под Тэшкой, то бишь Б. Соответственно, Оскариш где-то под КТ, то бишь под А. Под А. Он что-то там шумит, кого-то там забирает. Ну, кто-то там. Это в смысле ТНБ. Но на самом деле вообще не важно. В том плане, что Оскариш не выигрывает эту табу. То есть его дальнейшие действия, в общем-то, не то чтобы особо имеют значение. Разве что пострелять оппонентов, экономический урон нанести. То есть это единственное, что он мог бы сделать. Либо сохраниться. Либо экономический урон, типа, либо сохраниться, короче говоря. Одно рисково, потому что ты идёшь вперёд, наламываешься на ворга. Второе рисково, потому что надо выжить и непонятно, выживешь или нет. Итого. Архус Гимнастик Фёрнинг. Внезапно выходит вперёд. Вижу вопрос. Это бест оф один? Нет, это бест оф три. Три карты, то бишь. О, прекрасный вопрос в чате. Когда подстригаться собрался под латой, пишет мне. На самом деле, чё-то это самое неудобное, если честно. Как я 10 лет назад волосы растил до лопаток и потом до пояса. В прямом смысле, это даже не рофил. Я чё-то даже не знаю. Вот это у меня, конечно, сила воли была. Так что, походу, какой-нибудь 28-го числа. Если честно. Чё-то неудобно. Чё-то всё в глаза лезет, надоело. Чё-то грустная история. Как говорится, патлы нормальные, рокерские, чё-то не получится, наверное, сделать. Тут я старый стал. Терпения не хватает. Но, тем не менее, на план заходят ребята из команды XCOMYGO. Кристова здесь всё, скорее всего, забирает. Ещё, ещё, о господи Иисусе, ещё отфросливая. Ну, фиг последний, фиг падает. Это к Нетрика потирали АГФ. То бишь, довольно, в принципе, оптимально по затратам живого состава. Выходит вперёд, кстати говоря. Ну, в смысле, так-то выходили, а так-то вообще 6-4. Приятно-приятно. Прямо для АГФ стало. Разнузданно стали XCOMYGO играть. То бишь, как говорится, в переводе с русского на русский неаккуратно очень. Очень широко, очень... Эй, мы выходим! О-о-о! Как говорится, в опале берёзочка стояла вот это вот, да? Надо как-то компактнее как-то подсобраться, мысли собрать в кучу. Что-то не надо так вот подрево мыслию растекаться. В итоге вы широко выходите, ничего не видите, невнимательные. И, соответственно... Соответственно, отлетают здесь. Вот сейчас XCOMYGO, я вот не знаю, они будут собираться или нет. Это по игре, кстати, очень заметно, когда ты как бы витаешь в облаках, и когда ты фокусно как бы играешь. Вот сейчас давайте посмотрим в ближайшие рауны, то есть будут или нет. Если нет, ну АГФ, очевидно, будет вперёд, наверное, уходить. Потому что АГФ дико собраны. Реально, они прям вот они, видите, как ТМБ потеет. Так, сесть! Встать! Засмог пострелять! Сесть! Так, встать! Посмотреть! Сесть! Выйти! Сесть! Ну вот сейчас вот отлетел, широко вышел, но тем не менее. То есть если XCOMYGO нормально соберётся, здесь они АГФ раскатают лицом в асфальт просто. Ну, плюс-минус опять же. Так. Едем дальше. МХЛ, Граби и Оскареш. Пока что на плент будут выходить. Фрослиф и Люки остаются вдвоём. Фрослиф выходит через МОК очень широко. Его там ждали двое, а то и все трое, возможно. И, собственно, второй тоже погибает игрок. Пять к шести счёт. Ну, шесть к пяти, окей. Для команды АГФ они пока что впереди. Деньги есть не у всех. Придётся раскидываться контртеррористам. Паузу они опять же ставят, потому что надо деньги посчитать. Надо нормально дораскидаться. Скорее всего, заранее просто говорю. Скорее всего, походу на все деньги, как я понимаю, сейчас будет дораскид. Вот. Ну, видимо, так. Так что ожидаем всё-таки бай. Нормальный, но все деньги придётся потратить. Так сказать, Tactical Pause прошла. И мы продолжаем шествие этих замечательных команд по пыльнику номер два. Так, пока никто не погиб, ранее тайминги... Вот коробка, да-да-да-да-да, давайте коробку смотреть. Так, я же говорил, раскидались, да? Чё там раскидались-то? Диггл есть, остальные нормальные девайсы. Ну, то есть, одному не хватило, остальным как бы хватило. Да фьюскиты есть, пара гранат есть туда-сюда. Нормально, нормально, кстати говоря. Если Нетрик ещё с пистолетом, нормально, может быть, поработает. Или они сделают какой-то опенный Нетрик, например, украдёт девайс. У противника прям идеально вообще будет. Естественно, под последние деньги для команды АГФ Нетрик вышел вперёд. Собственно, погиб. Не уверен, что это оптимальное решение. Опять же, с дигглом находись. Ну ладно, тем не менее. Граби два килла сделал, друзья. Меньшинская команда АГФ, ТМБ и Люке остаются вдвоём. Что-то я не очень уверен, что как-то третейкать-то, гранат особо нет. Одна флешка до смог остался. У атаки, кстати, тоже гранат нет, но... Тем не менее, их хотя бы трое. ТМБ. Люке погибает здесь. Но это МБ будет уносить калаш, друзья. Вариантов, наверное, у него больше нет. Шестой ран для команды ИГО. Ну, то есть, его немножко подоотстали, но такие, видимо, поняли. Так, пацаны, давайте включаться, потому что что-то неприкольно совсем. И начинает АГФ, ну, постепенно догонять. АГФ, ну, постепенно догонять. ТМБ Немножко потерял по хп Множко потерял, кстати, почему немножко-то 2 трети потерял 2 трети, друзья, по хп потерял 31 хп у него здесь остался Но Этот парень с калашом, возможно, калаш стоит кому-то скинуть Но у него единственного есть армор Потому что он сейвил же, у остальных тармора нет То есть одновременно И не скинуть, понимаете Потому что безарморному чуваку калаш кидать Вот, а нельзя, а ТМБ хп потерял Короче, ситуация цук-цван Куда не пойдешь, а то Граби здесь ТМБ закрывает Люки отвечают по грабичу, соответственно Ну, Люки уже просто берет калаш Просто потому что уже выбранит на самом деле Тень видел нетрик, спалился то, что конкретно он здесь Спалился, с какого пистолета столяет Потому что по звуку понятно В принципе, Оскариша дает хедшот Оскариш держит удар, все в порядке здесь И седьмой раунд, и гол забирают Там с некоторыми проблемами Так сказать Будет бай для команды АГФ, но бай будет Дешевенький на четыре триста Четыре пятьсот Это у нас МК четвертые и короткие Скорее всего, опять же, первые арморы И по две гранаты для каждого Вижу даже три для некоторых Ну, молодцы А дофис китов, как говорится, нету и не было Физически просто денег нету на такие приколюхи И команда Гоу, ну, пока выходит вперед И может быть, на самом деле, еще чуть попозже И да выйдет вперед По итогам Выходит пока что на синий Размина на синим Дикие размены в пользу именно контртеррористов Прям очень хорошо постреляли пацаны Яма все-таки забирает игрок команды Атаки Граби здесь что-то погиб И МЧЛ с Фику бедные биты остались Два в четыре Я что-то, если честно, не уверен То, что здесь смогут Гоу забрать Этот раунд Кэфы, друзья, вам покажу На все бест оф три Три тридцать на Архоз Гимнастик Ференинг Один тридцать на команду Гоу На матч Виннера На все бест оф три Еще раз повторяю Потенциально все три карты Дастик, Инферно, если я правильно помню Трейн Прослив, Яку забрал Нетрик, собственно, МЧЛ забрал МЧЛ пост-мортен килл Сделал по своему оппоненту Путем сжигания оного Восслава Трона Черепов, пожалуй Я так думаю, не иначе как Последний раунд Первая половина Смотрим Так Лады 7-7 счет 15-й раунд у нас, да, последний Получается Дозабаялись ребята из команды АГФ Опять же, очень здорово для них Инкрыть на то, что раунд выиграли У них нормальный бай Икс Кома Го, в принципе, тоже подформили И это получается, что и для них нормальный бай И у тех денег нет, потому что их оппоненты прогрызли Как бы и у этих денег нет, потому что что? Потому что оппоненты тоже прогрызли Соответственно Карта у нас, возможно, будет близкая Из-за этого Потому что ты смотришь И понимаешь, что что-то они друг с другом грызутся Грызутся, грызутся, грызутся Это означает, что где-то Ну, близко, да Где-то близко к друг другу Возможно, находятся, опять же Фиг он, Нетрика забирает Четыре человека остаются у команды АГФ Соответственно Нету рефрага от команды АГФ Видимо, не было возможности, насколько я понял Ну, наверное, да Граби, пистол забирает Фростев отвечает по граби Чего, скорее, по Фрост Сливу два человека остаются у команды АГФ Это ТМБ и Люки Здесь, скорее, все-таки Люки погибает Ой-ой-ой Не исправляет с управлением ТМБ И, собственно, Люки последняя остается Против троих очень тяжело А так, как ран последний, придется все равно тащить А как тащить, на самом деле, не очень понятно Хотя бомба до сих пор не стояла Если бы тут как-то диверсию провести Никак не провести диверсию Ну, вот ничего не сделать Хорошо, голова одного находит А вот второго уже не получается 8-7, друзья, в пользу команды XCOM и GO Именно таким образом заканчивается Это прекрасная, замечательная первая половина На карте DAS 2 На счет второй посмотрим Ну, близко Все, что... Все, что можно сказать Реально близко Так что тут, конечно, все по теме Фику топовый фрагстатер 17 на 7 Ни у кого столько нет 13 есть у Фрослева 11 у двух игроков И в той, и в той команде, опять же Ну, там, и так далее, и так далее В общем, семнашка Семнашка — это прям хорошо Семнашка — это прям хорошо Что-то еще рассказать Или на вопросы ответить Если привет, еще пчела с тобой В 23.00 будет матч комментировать Да Пчелкин со мной будет комментировать В 23.00 матч Или позже, опять же, если он позже начнется Десайдер Мы будем вдвоем там Да, да, на этом канале Все правильно Все правильно вы пишете Все правильно вы говорите, собственно Окей Вторая пистолетка Как говорится Let the fight begins Погнали, друзья Погнали Нетрик с гранатами на голый Христов с гранатами на голый Три кевлара у команды АГФ Фулл кевлар сет у команды XCOMAGO Ни одной гранаты Чуваки чисто уверены в своей стальбе Никакие контур-гранаты Им не нужны, ничего не надо Они всех убьют Одни останутся, как говорится Хорошо Ладно То есть я посмотрю Ладно Не всегда это получается Знаете, иногда это получается На самом деле На B2 человека Около А3 человека Он, скорее всего, немножко нервничает Начинает опять же простреливать Слышку Как ты попал Ну, в смысле, рандомно он попал Очевидно Оскар, еще второй килл здесь О, йо-йо-йо Фурланд, Фурланд, Фурланд За высоким Фурланд Пытается что-то сделать Фурланд Здесь Фрослев остается Последнее право Лицо пытается что-то Но его зарезали Зарезали, друзья, его Девятый раунд За командой XCOMAGO Что у нас знаменовывает Два ножа в двух пистолетках То есть в одной пистолетке нож В другой пистолетке нож А, это прям Какая-то жесткая доминация Ну ладно, бог с ним Надеюсь, АГФ не тельтанут Впрочем, если тельтанут Ну, тогда точно 2-0 Как бы, чё тут Говорит-то, так сказать Опять Человек всё ещё живу Команда АГФ Это форстраунд для них О, нормально Минус почка Просто на стене Здрасте, приехали Тащите новую Как говорится Со склада из запасов Кристоу Немножко получил Но ничего страшного Через, походу, очень толстую Как-то Через 4 стены, как говорится Причём он ещё и гол То есть он у нас такой малый хп Снял, видите, да Фику фурлан одного забирает Фурлан второго В итоге на минус 3 Получается Кристоу ТМБ Даём остается у команды АГФ Но Кристоу погибает От Скаутки Мочеля Кстати Замечу То есть девайсы Немножко подешевле, да У команды Икс Кома Го Потому что Они не совсем успели Здесь нафармить Так, 7-10 7-10 Пока, конечно, в преимуществе Икс Кома Го В довольно серьёзном Довольно серьёзном, друзья На матчап Дальше вам КФ покажу На всё Бестов 3 Смотрите, как всё грустно Здесь для АГФ 5-20 на весь матчап От наших коллег И при матч 1-14 Соответственно На Икс Кома Го На всё Быстров 3 Опять же Напомню Тяжё Прям Ну, прям Дико тяжёлая ситуация Для Команды Аккуратно здесь Греби пытаются Справиться со всеми Я думаю, что его спасут До конца Но на самом деле Нет ни особо У него всё-таки Кончилось ХП 11 раунд за команду Икс Кома Го Соответственно Как понимаете вы Ну и Здесь в итоге Байраунд Для команды АГФ Один из Всё-таки Наверное Около самых важных Здесь Потому что Если этот не выигрывает Уже будет Очень-очень-очень Сложно Двигаться дальше На этой карте Ну что ж Нетрик Смотрим Как у Нетрика Здесь получится Не получится Ну пока Отходит назад Конечно Ашорт немножко Поподжимали Немножко Саплантом Даже наверное Никто Пострелялись А МЧ Кристоф По МЧ Не выстрелил Или выстрел Выстрел выше Или не получилось МЧ В итоге В итоге В итоге В итоге Кристоф Может быть Может быть Может быть Там Посмотрим На Аплант Может Все еще Хотят выйти Ребята Из команды Агф Но дело в том Что коробка Постепенно Начинает закрывать Еще Гранаты Здесь Фурлон По-моему Даже Вовремя Уходит Начинает Видеться Человек То что Он действительно На коробке Находится Люки Прекрасно Понимает Что здесь Должен быть Оппонент В голову Собственно Этого Оппонента Кстати Забирает Между прочим Открывая Алонг Между прочим Очень круто Нетрик Уже Открыл Аплант То есть Аплант Продан Получается Это был Сплитна Сплитна Вообще По факту Практически Получил Сейчас Фикой Здесь Интересный Кент Выходит Убирает Человека Который Кидал Бомбу Второму Собственно Второй Бомбу Забрал Конечно Надо Откуклить Наверное Да Пытался Откуклить Откуклить Не получилось И не получилось Снова И собственно Не получилось Снова Но Мичель Я думаю Бросит Эту затею Пока Мичель Отвлекал Оппонента Оказалось Что Оскариш Прошел Нетрик Уже Сверху Забрал То есть Это Как будто Даже Был Отвлекающий Маневр На самом деле Люки Идет На Эйс Друзья Оскариш Вообще На самом деле Мы просто Тупо Сесть Дефьюз Если честно И это будет Эйс Для Люки Лоль Забавно Вот это Неожиданная История Не думал То что Игрок XCOM GO Здесь Не справится Со стрельбой Тем более С Дефьюзом Хорошо Очень Интересно Получилось Честно Восьмой раунд За команду АГФ Окей Двигаемся Дальше Добай От команды АГФ Все таки Их немножко Тоже Побило Даже если Люки Выиграл раунд Точно На все Деньги От XCOM GO Buy Здесь вообще Вопросов 0 Абсолютно Определенно Если этот раунд Не выигрывают АГФ Будут выходить На практически Равный счет Здесь Все полностью Вот именно Так будет Вариантов Никаких Больше Нет Вариантов Друзья Никаких Больше Нет Но Мы будем Смотреть Далее Так Граби АГФ Нету Денегу XCOM GO Придется Экономировать Скорее всего Фулл Эко Более того Десятый Раунд За командой АГФ Вероятно Будет Так Граби Сфурланом На Фуллок Раунде Забирают Забирают Двоих Забирают Троих Ну там Конечно Они Ну то есть Кто-то Отлетает Естественно А Стоп Забирают Забирают Двоих Это не третий Был Это был Свой третий Я понял Забрали Двоих В итоге XCOM И GO Ладно Ладно Хоть не Трех А то Было бы Реально Страшно Десятый Раунд Действительно За командой АГФ Здесь И Добавят Команды XCOM И GO Соответственно Но денег На все Не хватило А вапы Например Нет Подождите Стоп Не добавить Не Не Это до 2кб Слушайте Подождите Здесь ребята Решились Интересный момент Решились Не закупаться На соответствующие 4 там 400 допустим Решили что Им не хватит Они так не играют Им так просто неудобно Соответственно Соответственно Это потенциальный Одиннадцатый Для Архус Гимнастик Ферренинг Что довольно интересно Что довольно интересно Не у всех есть Армора Тоже Ну короче говоря Действительно Что-то около 2кб Что-то такое С такими девайсами В общем и целом Из Комага Конечно есть Некоторые шансы На мой личный взгляд Но тоже Но сложный Сложный конечно вопрос Надо Надо посмотреть Говорится Надо посмотреть Как тут Как тут получится Все это Так Фурлон Ну а плент продан Пока что Как ретейкать Непонятно Нет соответствующих Сильных девайсов Он после просто Его убьет Что-то игрок Тут второй Вообще не туда посмотрел В итоге Трое игроков погибло Два из них Как я понимаю Калапланта Я предполагаю И мы еще Лицо скажем Вдвоем Остаются здесь Вариантов Конкретно у них Особо нет Они выбрали До 2кб Опять же Они фэлбай На 4400 Эта идея Скорее всего В принципе нормальная Единственная проблема То что Агфовцев Они отпускают На 11 Это и то же Это тотал Больше 26.5 Получается так Работяк Поздравляю Кстати говоря С ТБ В таком случае Сочувствую Всем кто Думал что ТМ на первой карте Если честно Становится Вот сложнее Огф наверное Появляется Преимущество Поля В каком то смысле И наверное Есть все варианты По большому счету Может быть Взять первую карту Очень 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 тяжело Поверить Что они Могут ее взять И тем не менее Чисто технически Я просто вижу То что Это Физически Абсолютно Реально Собственно Так Техническая пауза Получается Будем ждать Когда решится С тем спиком Друзья Проблема Решится соответственно Скорее всего Очень-очень скоро Пока Пока ждем Продолжение следует Продолжение следует Что ж Едем далее Едем далее 11-11 Дозакупились Вот все Что хотели К спомогу То есть Предыдущий раунд Они потратили Вот ради Вот этого И Нужна помощь Помощь Граби Помощь Господи Ты боже Что за Продающие Тиммейт Это такие Или так надо было Или они так хотели Сделать Я не совсем понял И Мэйчель Вообще Как бы Не захотел Ну то есть Сам лезть не захотел Собственно Ничего делать не захотел Граби в итоге погиб Остальные Ну если там остальные были А там вроде были Тоже лезть не захотели Соответственно Спасать своего товарища Не ну Как говорится Я то кто вообще Хорошо Не захотели и не захотели Погиб Фику Погиб Граби Погиб Фурлан Два человека остается Идите на сейф тогда Раз не захотели Ну то есть Не захотели и не захотели Ну и ладно Ну идите на сейф Ну и 12 раунд За команду Эгэв Друзья Скорее всего Так Эмэйчель Оскарюш Поборется еще да Но два против четверых Четырех Два против четырех Ну или если добавить Четверых оппонентов Так правильно говорить На русском языке В теории Один точно уходит уже А второй скорее всего Уйдет в какое-то Ближайшее время Если У нас Радар не завис там Я понял Понял идею Это как бы попробовать Попробовать на отстрел Прям вот Прынк Если получилось бы Ладно идем Ну если вдруг Да не получилось бы Ну как бы Не получилось бы И не получилось бы Короче Вот тут такой момент Вот реально Counter-Strike Командная игра Если Так Дальше Союзники Грубо говоря В команде Игоу не будут Поддерживать Своих же Союзников Других И будут их Тупо Продавать То Более Слабая Команда Но более Дружная В командной Игре Counter-Strike Глебель Оффенсив Будет Возможно Выигрывать Даже будучи Более Я слабой Как говорится Вопрос Полякам Вы что Аниме Не смотрели Что ли Чуваки Ставят паузу Тактическую Что в аниме Обычно Происходит Вот Какой-то Злой Герой Самый Сильный Самый Главный Вот Значит Стоит Что-то там Ну как обычно Ха-ха-ха Там Тыр-пыр Понимаете Да Типа Я Как говорится Ваташева Очень силен Десу Черт возьми Соответственно Что против него Собирают Добрые герои Да Собирают Чисто пачку Из 17 тел И тупо Пинают Собственно Этого сильного Вот Что-то его побеждает Он такой Господи Как так Я же сам Сильный Понимаете Понимаешь Что пример Странноватый Конечно Но Под стать мне Собственно Я тоже Странноватый Немного Так вот XCOM и GO Как бы В тимплей Как бы Тиммейтное Вот это Взаимодействие Будет Сегодня Нет Я снайперы Прекрасно понимаю Что Ой Там Мертвая ситуация Я не полезу Но в итоге Грубе продали То есть Ладно Я прекрасно Логика Я понимаю Да Сладная ситуация Просто Кстати Здесь сгорит Скорее всего Здесь Молик реально Классный Вот здесь Фросли его не помогли Например Команда АГФ Видите Да То есть Тут Обе команды Как говорится Гораздо Друг другу Очень Очень Прекрасно Подходит Просто Мечеля Второй прицел Был лишним Скорее всего Он погибает Его здесь Находят Фурлан Ну хотя бы Играет на размене Но Три на три Пока что Бывая ситуация АГФ Кстати да Двенадцатые же вышли Я возможно Не успел об этом Сказать Там или что-то еще На б Пойдут ребята Из команды АГФ Без G вот этого Американского Английского Потому что Гимнастик же Архус гимнастик Друзья Феринг Крис Стоу Остается последний И попытается Спасти свою жизнь И АВП И бомбу унести И 4 хп И может быть Если за ним будет охота Возможно нет Конечно Тем не менее Не важно Да Икс Кома Го Друзья Двенадцатый Свой Здесь будут забирать А в общем-то И все А в общем-то И все Фику Кристо забирает И спасибо За вторую АВП Так сказать Лишней Видимо Не будет Давайте КФ на вторую карту Покажу 2.48 На вторую карту Будет На АГФ Архус гимнастик Феринг 1.50 На команду АГО От наших коллег От полимач Вторая карта Карта До Инферно Я напомню Хорошая карта Прекрасная карта Кстати АГФ Это могут побороться Они там Не так плохи Не в смысле Серьезно Они там прям Они там прям Не так плохи Так Ну что ж Команда АГФ Здесь Дозакупилась Опять же Икс Кома Го В принципе Тоже какие-то деньги Дополнительно есть Опен от люки По Фико Фико Пал смертью храбрых Это у нас Вроде как Ашорт Получается Судя по всему И на АПЛЕН Пытаются ворваться Ребята из команды Атаки Это АГФ Соответственно АПЛЕН Частично допроданный Придется как-то выбивать Головушку буйную Оскариш увидел Но попасть по голове Не получается Опять видел голову Опять не получается Опять видит голову В этот раз уже получается На испанский заходе Собственно Оскаришка И 100 пытается найти оппонента А оппонента найти не получается Вначале пытается убить оппонента Фурлон собственно убивает оппонента Фурлон остается 1 в 2 Бомба тикает Фурлон понимает Что надо наверное Что-то тут как-то двигаться Понимая где находится Собственно Это самый замечательный пакет Ставит бомбу Слушайте А мог бы раздефьюзить В смысле реально Я что-то так посмотрел Вот он так сел С учетом движения оппонента Я поэтому так и завис А вот на этом Он так сел Интересно То что при прочих равных Кажется что там Как будто даже Можно было бы обмануть Наверное противника Ну ладно Добай На все деньги От команды XCOM и GO Соответственно Если этот раунд Они проигрывают Вот этот конкретно Скорее всего АГФ способны Взять карту Ну опять же Скорее всего Двигаемся дальше Двигаемся дальше 13-12 Пока что Да Но вот этот Двигаемся на все деньги Для XCOM и GO Самый 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 Экстра Мега Просто Нереально Дико важный Конечно Так Вот скорее На Б план Тебя падает Собственно Б план Здрасте Приехали Занят А денег Никто нет Ну то есть Вы ретейкать Либо идете Либо точно Вы не идете И дело в том Что они точно Не идут Команда АГФ Друзья Способна Взять здесь 14-й 15-й Пока нет Потому что Сейв будет Довольно жирным И тем не менее Понимаете Да В чем история Это все Это все Ну мягко говоря Интересно Выглядит Ну то есть Прям вот Интересно 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 Пауза Тактическая Для команды АГФ При счете 14-12 АГФ понимает Что там будет Дороскид Там будет Добай Сейчас Нужно Сламливать Волю Оппонента И собственно Его деньги Кстати говоря В том числе Окей Будем смотреть Мы вас Мы вас Не звали Идите Отсюда Ну С ком Иго Как вы понимаете Не согласились Но пришлось Драться Победителями Вышли собственно Датчане И мы еще Люцифику Будут сейвить Потому что Тоже выбора нет 15-й Будет раунд Для команды АГФ Самое забавное Местами денег Частично не будет Хватать у команды Экс ком Иго Какие-то доп Деньги там будут То есть Типа вроде В теории Они на самом деле Раскидаются Но Будет конечно Супер забавно Если АГФ Это Смогут выиграть И эту карту И очень интересно Будет Потому что я говорил То что на Инферно Они реально Вот могут быть Интересны С Достом у меня Может быть были Какие-то сомнения А вот на Инферно АГФ Я помню Там прям Ну реально Вот интересно Реально интересно Прямо интересно И по пику Я вот вижу Да АГФ уже пикнули Инферно Я даже кстати Подзабыл об этом Я что-то Даже без этого Параметра в голове Оценивал их На Инферно Относительно своей памяти В смысле Именно относительно игры Помню что там Прямо интересно Слушайте А Помните да Чего я говорил Я говорил Эээ Гоу тут побеждает 2-0 Все как бы Здрасте До свидания Все дела А если будет наоборот Если что Я в это Ну понимаете да Я в это не верил Потому что Потому что Как бы вот Посмотрел Думал Вспомнил Подумал Ну наверное нет Наверное как говорится Не сегодня Но Видите да То есть Кто верит Как бы кто не верит Команда которая старается Пускай она даже слабее Да Команда которая старается Которая тренируется Которая хочет побеждать Фролан кстати погиб уже Она такая Нет мы будем тренироваться Даже если вы в нас Не верите Как бы господин комментатор Нам вообще Вообще плевать По большому счету Да мы будем тренироваться Мы будем пытаться побеждать Может быть у нас И не всегда будет это получаться Но знаете Иногда будет получаться И например На каком нибудь Досте втором Например Очень даже Вполне себе Вот сейчас Можно победить Со счетом 16-12 Я кстати Там видел пару человек Которые написали 16-12 в чате До этого момента Это означает то что Я сейчас чат прокручу Прокручу И всех их скорее всего Забаню друзья Так что Я вас поздравляю Вы выиграли путевку В ад Нафиг Граби Сейчас будет погибать Скорее всего 16-й раунд За команду АГФ Тяжело дается конечно Но тем не менее дается 16-12 Поздравляю датчан Не ожидал Не ожидал Неблизко Недалеко Сегодня АТГФ Не ожидал Даже не ставил В принципе В расчет Плюс-минус Вот такую возможность Что это возможно Это был правда Тотал больше Но тем не менее АТГФ не ожидал Карта до Инферно Будет пиком команды Архус Гимнастик Ференинг И к ней мы как раз Вернемся Вот прям Через минут 10 Допустим 11 Оставайтесь с нами Пойду банить людей Ммм Сладко Допустим Допустим